Слово пятое. К тем, которые приходят в церковь только в праздники. Напрасно, кажется, увещевали мы бывших у нас в прошлое собрание, пребывать в доме отеческом, а не приходить сюда с теми, которые являются к нам только в праздник, и опять уходить. Лучше же сказать не напрасно, потому что если никто из них не убедился нашими словами, зато нам уготовлена награда, и все сделано для нашего оправдания перед Богом. Проповедник, слушает ли кто его или нет, должен бросать семена и отдавать серебро, чтобы Бог требовал отчета уже не от него, а от принявших то серебро. Так и мы сделали. Обличили, упрекнули, попросили, внушили. Мы напомнили о сыне, расточившем имение и возвратившемся в дом отеческий, и описали все бедствия, его голод, стыд, бесчестие, и все, что перенес он на чужой стороне. Желая этим примером сделать их более благоразумными. Не ограничились мы и этим, но показали им отеческую любовь к ним тем, что не подвергли их наказанию за нерадение, а приняли с распростертыми объятиями, и простили им согрешения, отворили дом, предложили трапезу, облекли их одеждой и учения, и оказали им всякое другое внимание. Но они не захотели подражать тому сыну, не пожалели о прежнем своем уклонении, не остались в доме отеческом, но опять ушли. Так вот вам, вам, которая всегда с нами, и следовало бы опять привезти их сюда и расположить к тому, чтобы они участвовали с нами в каждом праздничном собрании. Хотя Пятидесятница и прошла, но праздник не прошел, потому что всякое церковное собрание – праздник. Откуда это видно? Из слов самого Иисуса Христа, где двое или трое, говорит он, собраны во имя Мое, там и я посреди их. Если Христос находится посреди собравшихся, то какое еще нужно тебе доказательство, что это праздник? Где поучение и молитвы, где благословение отцов и слушание божественных заповедей, где собрание братья и союз искренней любви, где беседа с Богом и беседа Бога с человеками, там как-нибудь празднику и торжеству. Праздник делает обыкновенно не многочисленность, а добродетель собирающихся, не драгоценность одежд, а красота благочестия, не обилие трапезы, а душевное усердие. Величайший праздник – добрая совесть. Как во время мирских праздников, кто не может не одеться в светлую одежду, не устроить более обильную трапезу, но живет в бедности, в голоде и в крайних бедствиях. Для того и праздник не в праздник, хотя бы весь город он видел ликующим. И даже тем более скорбит и сокрушается, чем более видит других в удовольствии. О себя в бедности. И как напротив для богача, живущего в веселье, могущего каждый день переменять одежды и наслаждающегося великим благоденствием, праздник и тогда, когда нет праздника, так и в делах духовных. Кто живет в правде и добродетели, тот и без праздника празднует, получая чистую радость от своей совести. А кто живет в грехах и в пороке, и сознает за собой много злого, тот и в праздник менее всех празднует. Таким образом, можно и нам, если захотим, праздновать каждый день, если будем заботиться о добродетели и хранить в чистоте свою совесть. В самом деле, чем прошлое собрание лучше настоящего? Не шумом ли только и смятением, а больше ничем? Так если и сегодня причастие святых тайн и общение в других духовных благах, как-то в молитве, слушании, в благословениях, в любви и во всем прочем, то настоящий день отнюдь не меньше прошедшего ни для вас, ни для меня, проповедника. Кто слушал нас тогда, те будут слушать и теперь. А кого нет здесь теперь, тех не было и тогда, хотя они, казалось, и были здесь телом. Они не слушают теперь, не слушали и тогда. И не только сами не слушали, но еще беспокоили слушающих, производя шум и смятение. Значит, для меня и тогда, и теперь одинаковое зрелище, одинаковое собрание слушателей, и теперешние нисколько не меньше прежнего. Даже если сказать нечто удивительное, это собрание еще лучше того, потому что теперь беседа идет без шума, поучение без смятения, а слушание с большим разумением, так как никакой шум не беспокоит нашего слуха. 823. Говорю это не потому, чтобы я пренебрегал многочисленностью собравшихся тогда, но для того, чтобы убедить вас не печалиться и не скорбеть о малочисленности собравшихся сюда ныне. Не множество тел мы желаем видеть в церкви, а множество слушателей. Итак, если и тогда, и теперь у нас одни и те же гости, то и сегодня я с тем же усердием предложу вам угощение, возвратившись к предмету, речь о котором прервана была праздничным временем. Как в Пятидесятнице неблаговременно было, оставив беседу о дарованных нам в тот день благах, продолжать речь о прежде начатом предмете, так теперь по прошествии Пятидесятницы вполне прилично опять взяться за продолжение прерванного рассказа излагать ту же историю об Анне. Не на то нужно смотреть, много ли сказано, и во много ли дней, но на то, дошли ли мы до конца этой истории. Так нашедшие сокровища, хотя возьмут оттуда тысячу денег, не отстают, однако, до тех пор, пока не выберут всего. Не то, чтобы получить много, но чтобы ничего не оставить. Вот что особенно их привлекает. Если же пристрастные к деньгам показывают такую заботливость о вещах пленных, и приходящих, тем более нам должно так поступать с божественными сокровищами. Не оставлять их до тех пор, пока не извлечем всего, что и является. Что является, сказал я, потому что все извлечь невозможно. Сила божественных истин есть источник, постоянно текущий, никогда не оскудевающий и не истощающийся. Не поленимся же. Речь у нас не о предметах обыкновенных, но о молитве, надежде нашей. О молитве, посредством которой бесплодное сделалось матерью, бездетное, многочадное, печальное, веселое, посредством которой исправлено несовершенство природы, отверзлась заключенная утроба, и все невозможное стало возможным. Поэтому рассмотрим все понемногу, объясним каждое речение, так, чтобы и самое малое, сколько то возможно, не ускользнуло от нас. Для этого-то целые две беседы употребили мы только на два речения. На первое, которое гласит, утвердилось сердце мое в Господе. И на второе, следующее затем, вознес сорок мой в Боге моем. Сегодня следует перейти к третьему. Какое же это? Расширились, говорит, уста мои на врагов моих. Возвеселилась о спасении твоем. Обратите внимание на точность выражения. Не сказала и защрились уста мои на врагов моих, потому что они настроены были не к брани и насмешкам, не к бесчестным словам и осуждению, но к увещанию и совету, к исправлению и внушению. Поэтому она не сказала и защрился язык мой на врагов моих, но расширились. Я наслаждаюсь, говорит, свободой, могу говорить смело. Ныне я избавилась от стыда и ободрилась. И здесь она не назвала по имени свою соперницу, но просто неопределенностью названия, как бы личиною, прикрыла ту, которая причинила ей столько горести. Не сказала, как говорят многие жены, посравнил ее Бог, сокрушила, уничтожила ты негодную, гордую и надменную. Но сказала просто, расширились уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Так и здесь, говорит, возвеселился о спасении твоем, не просто о спасении, но о спасении твоем. Не потому, говорит, радуясь, восхищаясь, что я спасена, но что спасена тобою. Таковы души святых. Они более, нежели о дарах, радуются о Боге, давшем их, потому что любят его не ради его даров, но дары ради его. Так слугам, признательным, и рабам благодарным, свойственно всему своему предпочитать их господина. Того же будем, убеждаю вас, держаться и мы. Согрешим ли, станем скорбеть не о том, что наказываемся, а о том, что прогневали Господа. Сделаем ли доброе дело, станем радоваться не ради Царствия Небесного, а о том, что угодили Царю Небесному. У кого есть ум, для того прогневать Бога ужаснее всякой гиенны. Равно как и угодить Богу дороже всякого Царствия. И не удивляйся, что должно иметь такие чувствования по отношению к Богу, когда многие так же поступают по отношению к людям. Так часто поступаем мы со своими детьми. Если невольно сделаем им какое-либо зло, то мучим себя и наказываем. Тоже относительно друзей. Если же оскорбить друзей или детей для нас гораздо тяжелее, чем вытерпеть наказание, то тем более нужно питать такие чувствования по отношению к Богу. Не угодно ему дело считать ужаснее всякой гиенны. Таков был блаженный Павел. Он говорил, «И знаем, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам 8.38 «И мы, когда ублажаем святых мучеников, то ублажаем их прежде за раны, а потом за награды, прежде за страдания, а потом за уготованные им венцы, потому что награды от ран, а не раны от наград, получает свое начало и основание». Так и блаженный Павел радовался прежде не о благах, уготованных ему, но о скорбях, постигших его ради Христа, и восклетал. «Радуюсь в страданиях моих за вас». И в другом месте не только с ним, но хвалимся и скорбями. И еще, так даровано нам от Бога не только веровать в Него, но и страдать за Него. И подлинно удостоится претерпеть что-либо ради Христа – величайшая благодать. «Венец совершенный и награда не меньше будущего воздаяния. Это знают те, которые умеют искренне и пламенно любить Христа». Такова была и эта жена, имевшая горячее расположение и пламенная любовь к Богу, почему и говорила «Возвеселилась о спасении Твоем». Не было у ней ничего общего с землей. Нет, она презрела всякую человеческую помощь, окрылялась благодатью Духа, носилась в горе, во всем обращала взор к Богу и у Него искала избавления от постигших ее бед. Знала она, твердо знала, что все человеческое, каково бы оно ни было, подобно природе, дающей людей, и что если мы хотим стать на крепком якоре, то нам нужна во всем помощь свыше. Поэтому она и прибегала во всем к Богу и получила от Него благодать, радовалась более подателе и с благодарностью говорила «Нет так святого Господи, как Ты. Нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Неукоризнен, говорит суд его, свято и не ложно определение его. Видишь ли, как мыслит признательная душа. Не сказала она про себя, что сделал он для меня особенного, что больше, чем другим. Что соперница получила давно и с великим избытком, то я получила после долгого времени с усилием и слезами, с прошением и молением и с великим трудом. Напротив, будучи твердо уверена в Божьем промысле, она и не требует от Господа отчетов происходящим, как делают многие из людей, ежедневно вызывая Бога на суд. Они как только увидят одного богатым, а другого бедным, сейчас же вооружаются против его промысла. Что ты делаешь, человек? И о подобном тебе, рабе, судить не позволил тебе, Павел, говоря так. Поэтому никак не судите прежде времени, доколе приидет Господь. А ты привлекаешь к суду Господа, требуешь от него отчета в делах его, и не трепещешь, не страшишься. Какое же, скажи мне, получишь ты прощение, какое оправдание, когда каждый день и час видишь столько доказательств его промысла, а из-за кажущегося неравенства в разделении богатства и бедности осуждаешь, и при том несправедливо, порядок во Вселенной. Между тем, если бы ты исследовал это самое явление с должным расположением и внимательной мыслью, то даже при полном отсутствии всяких других доказательств Божия промысла, самое богатство и бедность заказали бы его весьма ясно. В самом деле, уничтожь бедность, и ты уничтожишь весь порядок в жизни и расстроишь жизнь нашу. Тогда не будет ни корабельщика, ни кормчего, ни земледельца, ни домостроителя, ни ткача, ни сапожника, ни плотника, ни кузнеца, ни кожевника, ни хлебопекаря, и никого из подобных ремесленников, а без них у нас все расстроится. Теперь бедность служит для каждого из них лучшей учительницей, как бы сидя при каждом из них и даже против воли побуждая их к работе. А если бы все были богаты, то все стали бы жить в праздности. И тогда бы все расстроилось и погибло. Но кроме сказанного, легко обратить против этих людей и то самое, что говорят они против Божия промысла. В чем, скажи мне, обвиняешь ты промысл Божий? В том, что один имеет больше денег, а другой меньше? А что, если мы докажем, что самыми необходимыми вещами гораздо более важными, чем богатство, и составляющими опору нашей жизни, все люди обладают поровну, признаешь ли ты тогда промысл Божий? Признать это совершенно необходимо. В самом деле, если ты обращаешь доказательства недействительности и промысла только то, что не все поровну имеют одну вещь, то есть деньги, то тогда будет доказано, что все равно пользуются не одной вещью, и при том столь маловажной, но весьма многими и гораздо важнейшими, тогда ты, очевидно, и по неволе принужден будешь этим признать промысл Божий. Итак, поведем речь о том, что поддерживает нашу жизнь, исследуем это с точностью и посмотрим, имеет ли в этом богатое преимущество перед бедным. Богач, например, употребляет фасийское вино и множество других подобных напитков, искусно составленных и приготовленных с большой изысканностью, но источники вод открыты для всем равно и для богатых, и для бедных. Ты, может быть, усмехнулся, слыша о таком равенстве, но рассуди, насколько вода лучше необходима и полезнее всякого вина, и тогда переменишь свое мнение и узнаешь истинное богатство бедных. Если уничтожить вино, от этого не будет никому большого вреда, разве так и больным. Но если кто заградит источники воды и уничтожит эту стихию, тот разрушит всю нашу жизнь и истребит все искусство. Мы не будем тогда в состоянии прожить и двух дней, но тотчас все умрем смертью жалкою и самой мучительной. Итак, вещи, необходимые, составляющие опору нашей жизни, для бедного доступны не меньше, чем, если сказать нечто и удивительное, еще больше, чем для богатого. 827. Известно ведь, что многие богачи, вследствие расстройства тела, происходящего у них от роскоши, большей части не могут пить воды, а бедняк во всю жизнь свободно наслаждается этой влагой, прибегая к источникам водки, как бы к источникам меда, и получая оттуда истинное, чистое удовольствие. А что, огонь, не необходим ли он бесчисленных сокровищ и всего богатства человеческого? Но это сокровище равное открыто для употребления богатому и бедному, а воздух столь необходим для нашей жизни, а свет солнечный, разве богатым более доступен, а бедным меньше? Разве первые четвермя, а последние только двумя глазами видят свет? Ведь этого нельзя сказать. Значит, и богатым, и бедным назначено наслаждаться этим в равной мере. Или лучше сказать, и здесь можно найти большее преимущество на стороне бедных, благодаря тому, что у них жирее чувство, острее зрение и совершение всей силы восприятия. Поэтому они получают существеннейшее удовольствие и больше радости и наслаждения от рассматривания природы. И не только в этих стихиях, но и во всем прочем, что дает нам природа, можно видеть равенство бедных с богатыми или лучше, преимущество бедных перед богатыми. Так сон, который приятнее, необходимее и полезнее всякой пищи, обыкновенно легче у бедных, чем у богатых, и не только легче, но и крепче. Эти последние от того, что много веселятся, едят, когда нет голода, пьют, когда нет жажды, и спят, когда не хочется спать, в конце концов ни в чем не находят удовольствия, потому что приятность для нас той или другой вещи зависит не столько от ее свойства, сколько от потребности нашей в ней и своевременного ее употребления. Не так приятно пить сладкое и благовонное вино, как отрадно бывает пить воду, когда есть жажда. Не так приятно есть сладкие пирожки, как есть, когда хочется есть. Не так приятно спать на мягкой постели, как спать, когда клонит ко сну. И все это бывает больше у бедных, чем у богатых. А что относится к телесному здоровью, вообще благополучию? Не равно ли это принадлежит богатым и бедным? Может ли кто сказать или доказать, что одни бедные бывают больны, а богатые всегда в добром здоровье? Напротив, можно видеть, что бедные редко подвергаются неизлечимым болезням, а у богатых они поражают все тело. Подагра и головная боль, расслабление, неизлечимое расстройство нервов, злокачественные и вредные расслабления всякого рода. Обыкновенно всего более мучат этих людей, которые живут роскошно и намощаются ароматами, а не тех, которые трудятся, работают ежедневными трудами, добывают себе необходимое пропитание. В одном отношении живущие в роскоши несчастней даже нищих. Этого не станут отвергать и богатые, часто богач, лежащие на мягкой постели, окруженной слугами, служанками и от всех принимающих множество услуг, услышав, как бедный кричит на улице и просит хлеба, заплачет, застонет и пожелает лучше быть таким же, только бы здоровым, чем богатым и больным. И не только здоровье, но и в чадороде богатый также не имеет никакого преимущества перед бедным. Одинаково и у богатого и у бедных бывает и много детей, и ни одного, а вернее сказать и здесь богатый уступает бедному. Бедняк, если не будет отцом, не чувствует большой скорби, а богач, чем более умножается его имущество, тем более терзается неимением детей и ни в чем не находит удовольствия от того, что не имеет наследника. Наследство бедного, если он умрет бездетным, не возбуждая споров о своей маловажности, переходит к его друзьям и родственникам, а наследство богача, привлекая к себе взоры всех, часто переходит в руки врагов покойного.